Всех приветствую на своем канале. Сейчас будет обзор, посвященный подарку от Аленки, то бишь Елены Снегиревой, в честь годовщины моего канала в роли бьюти-блогерского. Вообще у меня тут есть чайчик, про который тоже будет потом обзорчик. Не знаю, сейчас или чуть позже, но в общем постараюсь сделать это за один день. В общем, уклон был в подарке на красный цвет, о чем вы могли узнать, если смотрели наш с ней, с Аленкой, влог, который я выложила сегодня, как раз утром. Как раз мы вчера в Карабихе с ней гуляли по Ярику. В общем, первый у меня из пакетика достался. Вообще сам пакетик сейчас еще раз покажу, как в том влоге. Пакетик из Мегафона, такой зелененький, веселенький. В общем, это вот Avon Natural Body Care, Red Rose и Персик. Так, красная роза и персик. Гель для душа. Как раз из моей любимой серии Avon Natural. Мне очень нравятся такие гели. У меня такой гель уже как-то был. Он довольно приятно пахнет и розой, и возможно персиком. И мне он, в общем, он мне очень нравится. Он у меня такой был. И я очень рада, что Аленка мне такой подарила. Большое спасибо. Буду пользоваться с удовольствием. Крем из Фаберлик. Однажды она мне написала, предложила что-то выбрать в Фаберлике. Как раз в подарок каналу. И я выбрала этот крем. Крем за ног дезодорирующий и пролонгированный эффект. Мы его вчера уже затестили с моей тетушкой. И мне, в общем, он понравился. И по консистенции, и по запаху. И у меня, конечно, нет сейчас проблемы именно дезодорирующей. Но мне сама вот эта упаковка понравилась. И захотелось попробовать что-нибудь такое. Просто у меня, кажется, уже не было крема для ног. Причем довольно давно. Но я вместо крема для ног пользуюсь сейчас каким-нибудь бальзамом для тушки. В общем, вот такой вот с эктратом лотоса. Тут 75 мл и 17 месяцев срок годности. И в мае этого года он сделан. В общем, я не знаю, как консистенцию показать. Ну, такая нежно-белая. И он впитывается довольно быстро. Ну, и, в принципе, приятный такой. В общем, он мне понравился. Если он у меня закончится и вдруг мне приспичит, то я, возможно, такой еще раз закажу уже сама. Так. Тут она мне подарила фабеликовскую пасту с медом, профилактическая зубная паста с прополисом. Я ее пока еще не пользовала. Но, может, сегодня вечером затестирую. Тут у нас 75 грамм миллилитров. Но, в самом деле, я хотела еще заказать у Аленки, ну, просить в подарок, да, вот так сказать, в пасту. Но мне показалось как-то, что я больно наглая такая. Тут что-то буду просить у человека. И я как-то не стала этого делать. Но Аленка, можно сказать, угадала мои мысли. Гель, который я тоже тогда выбрала, это Фаберлик. Ее величество роза. Гель для душа. Ну, я люблю розу. Вот он, в принципе, розовый. Розовый, красный. Близкий, в принципе, цветая. И я люблю розу. Я его пока еще не нюхала. Кстати, сейчас при вас. Действительно пахнет розой. В общем, я его тоже буду пользоваться. В свое удовольствие. Тут, кажется, я не помню, или я это заказывала, или она по собственному желанию мне подарила. Фаберлик, милый джасмин, крем для рук и ногтей. В общем, тоже, соответственно, буду пользоваться удовольствием. У меня пока, в принципе, есть крем. Но крем для рук это такая вещь, которая сейчас есть, а потом ее нет. Вот этот точно помню, что я его выбирала. Это, кажется, Фаберлик, бьюти кафе. Точнее, кажется, что я его выбирала. Но вроде бы была такая земляничка. Фаберлик, бьюти кафе. Ароматная земляника. Питательный крем для рук. Вот. Тоже 75 миллилитров. Так. Это Прима. Вообще, у меня одна Прима есть. Одну я послала в поменяшках с Настей. С которой у нас состоится еще одна посылка. Ну, правда, у меня... Не знаю, как... В общем, сейчас, в принципе, обзор не про Настю. И не про посылку. Вот тут 150 миллилитров. А Иван Прима. Мне очень нравится этот парфюм Ивановский. Он мне напоминает и франшевский Эвиденс. И он довольно стойкий. И такой пудровый. В общем, он мне нравится. И я бальзам буду пользоваться тоже. Так. Тут у нас духи. Аленка, я так поняла, что они не то, чтобы не понравились, но они у него стоят, есть не просят. И в ходе у него много духов. У меня тоже много духов. Короче, он мне понравился. Incandescence Flame. И раньше мне очень нравился оригинальный Incandescence, который желтенький был. Долго-долго им пользовалось. Раза три, наверное, еще давно, может, лет 10 назад. И когда он там появился. А потом что-то меня резко им попустило. У меня долго стояло. Я, кажется, кому-то его просто подарила. И вот тут красный. Он совершенно отличается от желтого. И он мне нравится. Я сейчас просто не скажу, какой аромат. Потому что у нас довольно жарко. В комнате у меня плюс 27. Хоть и окно открыто. Я просто на жару не очень воспринимаю аромат. Так. Тут у нас красный лак от Эверин. Как раз вот к этому маслу от Эверин, которое мне от Насти пришло к поменяшке. Тоже буду, конечно, пользоваться с удовольствием. Так. Еще у нас тут зелененький-зеленый. Тоже, кстати, мой любимый цвет. Ну, парочка такая красная и зеленая. Не знаю, что выбрать, да. Это маска от Faberlic. Эксперт. Маска для глубокого восстановления волос. С маслом Амла. Не без понятия, кто такая Амла. Питает волосы. По всей для нее крепляет корни волос. Ну, Аленка сказала, что эту маску очень хвалят. Ну, и, в общем, я ее тоже, конечно, буду пользоваться с удовольствием. Большое спасибо. Еще одна маска. Это от Pantin. Ну, Аленка не знала, красные у меня на тот момент были волосы или нет. На самом деле, они, в принципе, давно уже не окрашенные. Но, я думаю, особой разницы нет, что они у меня не окрашенные, да. Для окрашенных волос смываемая. Недлительное восстановление маска. В принципе, можно их восстановить, потому что я их до этого довольно много портила всякими красками. Пантин прави. В общем, с удовольствием буду пользоваться. Такая интересная баночка. Тут инструкция в картинках по применению, как ее открывать. Так, еще красная. Тут у меня два розовых получилось. И три, четыре даже красных, потому что земляничка, да. Гель для душа, манго и гранат. Я такой эфир вообще не видела. Но, в общем, я, конечно, буду ей пользоваться с удовольствием. Потом расскажу свои впечатления в пустых баночках. И еще тут был маленький такой сюрпризик. Это вот в такой коробочке. Тут бонусиком четыре конфетки. Я их еще не ела специально. Ой, и еще даже не конфетки, еще и, Аленка, прелесть. Тут еще пробничек. Променад. Тот самый променад, который я у меня попросила тогда, это пробник именно в заказе. Ну, заказ, так сказать, подарок, который я хотела попробовать и потестить. И вот такие конфетки марсианка, кокосовый пудинг. Ну, как раз вот посетили Рафаэлла. В общем, вот такой вот подарочек у меня от Аленки был. Сейчас все-таки я это скрою. Не могу сказать, чем конкретно пахнет, но оно мне нравится. В общем, если оно мне совсем понравится, то я, наверное, закажу полноценный формат. В общем, вот такой у меня обзор. Тут у меня даже не влезло, потому что у меня чай стоит на столе. И вот еще раз этот пакетик, правда, уже смялся. В общем, если вам было интересно это видео и чем-то полезно, то я очень рада. И если вы досмотрели до конца, то это вдвойне приятно. Пишите комментарии, я их все читаю. Если даже на все не отвечаю, это не значит, что я их не читала. Просто не то, чтобы нет времени. Ну, и времени тоже сейчас в жару я несколько торможу и не воспринимаю просто информацию иногда. И если я вам не ответила, то, простите, пожалуйста, это не значит, что я ваши комментарии не прочитала. Мне очень приятно получать от вас эти комментарии. И даже если они какие-то негативные, все равно какие-то эмоции человек потратил свое время и написал их его. Ну, и, соответственно, ставьте лайки. Можете деть лайки. И подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok